Всем приветики! Я возвращаюсь с расхламлениями, потому что у меня в Москве, в квартире, сейчас делается ремонт, и я перебазируюсь в квартиру моих родителей, где несколько лет, точнее уже, наверное, шесть, живёт только мой брат, и тут моя комната, которую я оставила пустой. Но пока меня не было, свято место пусто не бывает, и в этой комнате произошёл склад. Склад вещей маминых, потому что мама у меня шопоголик. Мама, привет! Знай! И здесь был склад, в общем, у нас произошёл залив, нас здесь залило, и поэтому Илюха делал ремонт сам, мой брат Илюха, и он делал одну комнату, другую использовал как склад. И вот тут долгое время тоже у него никак не доходили руки сделать собственную комнату. Он сделал из моей комнаты склад. Неделю назад я ему сказала, я переезжаю к тебе, готовься и освобождаю мою комнату, я привезу свои вещи. Вот, но шкаф в моей комнате, вот он сзади меня. Мама заюзала под свои вещи. Вот в этой части, вот этот весь столбик, все ящички и полочки были в её вещах. Я сейчас это, не разглядывая, перебазировала, утрамбовала в шкаф в большой комнате. И вот это место я освободила здесь, сюда сложила зимние вещи Ника и его гидрокостюм, вот, которые актуальны, я их не трогаю, пусть они пока тут полежат, чтобы они не валялись в комнате. И освободила вот эти пока все шкафы, и вот здесь вот место из-под маминых вещей, которые там были. Они там были, ну, просто в мешках лежали, потому что мама знатный шопоголик. Вот, и сейчас у меня есть сумка. Вот это вот сумка, которую я хочу вместе с вами разобрать, посмотреть вообще, что там, и избавиться от всего лишнего, может быть, удастся. Важная заметочка. В России есть Авито, так что если там есть что-то, что можно каким-то образом расхламить и продать на Авито, я постараюсь это сделать. Так что мамы тратят, а я пытаюсь беречь бюджет семейный. Так, я более-менее установила телефон. Ну, как получилось, потому что... А, ну, так получше будет. Потому что у меня с собой нет штатива, я даже что-то как-то не думала о том, что нужно будет снять видео. Но приехала и поняла, что нужно. Так, первая часть марлезонского балета – это шторы. Шторы, я их помню. Я не помню, откуда они взялись. Но это шторы, которые не пропускают свет. Их тут две. И они трехметровые. Блин, хорошие шторы, кстати. Они вот с такой фактурой. И они... О, они еще, кстати, икеевские. Так что, я думаю, эти шторы хорошо зайдут на Авито. И мы их продадим. Очень надеюсь, что в Икее есть сейчас в наличии эти шторы, чтобы скопипастить описание и все остальное. Потому что, конечно, будет сложновато. Потому что я их совсем не горю желанием вешать. Вот. Но чтобы показать товар лицом, что называется, на Авито, нужно будет их... Ой, тут еще есть, кстати, вот такие подвязочки к ним. Прикольные. Прикольные шторы. Но объективно нам их никуда. Потому что мы ранние пташки. И нам такие блю-блэк шторы. Ой, не блю-блэк, а как. Ну, в общем, которые свет не пропускает, не нужны. Так, значит, это оставляем. Дальше. Мамины вещички. Спортивная майка. Модис. Бирюзовая. Мама спортом у меня не занимается. Но спортивных вещей на все случаи жизни. Кстати, приятную майочку. Заберу себе. Сейчас я половину вещей здесь себе оставлю. Потому что я фанат прям спортивных вещей. Так, есть еще. Драй-фит. Найковская майка. Тоже заберу себе. Я сейчас еще это пересмотрю. Наверное, то, что совсем мрак я избавлюсь. То, что хорошее. Потом еще раз перетряхну, чтобы вообще понять, нужно ли это. Потому что, зная маму, у нее очень много вещей. Ну, условно, у нее может быть этих майк спортивных 20 штук. А может и больше. И объективно хранить все, ну, не нужно. Ну, сколько тебе нужно майк? Ну, две. Ну, ладно, три под разные кроссовки. Ну, как бы все. Так. О, компрессионные носочки с открытым мысочком. Вот это, кстати, крутая тема. Когда какие-то травмы, чтобы легче было ногам, это надо сохранить. Дальше. Шортики. То ли это шортики под трусишки. Ну, скорее всего, да. Потому что у них какой-то такой дизайн, который поддерживает попу. Вот тут вот, видите, ребристая. И попа типа поднимается. Но все это на самом деле развод. Их надевают. Шортики круто, кстати, надевать летом под юбку. Потому что, в отличие от трусов, они не пролегают. У них же высокая талия. И нога, ну, где-то вот здесь, нога шортов заканчивается. Это удобно. Я это отложу в следующую кучку. Спросить у мамы, будет ли она этим вообще пользоваться. А то, может, и нет. Так. Еще. Спортивные бриджи. Адидас. Вот это точно пойдет на Авито. Потому что, ну, это Адидас. Хороший бренд. Но такой цвет нам точно никуда. Так, дальше. Кофта. Кофта Mongolian Kashmir. Кашемирская кофта. Но она очень маленькая. Поэтому тоже на Авито. Не мне, не маме. Хотя мама мельче меня. Она ниже роста, мы меньше в объемах. Вот. В общем, очень маленькая. Так, дальше. Футболка с девочкой Пинап. Так, тут у нас что? Тут какая-то шерсть прилипла. Нормальная футболка. Ну, в принципе, можно носить. И мама у меня любит такие принты. Хотя я каждый раз сомневаюсь. Ладно, спрошу тоже у нее вместе с шортами. Хотя, больше чем уверена, что у нее футболок таких миллион. Так. Свитер Алтай тоже стопроцентный кашемир. Но это, блин, весна сейчас. Фиг его продаж. Но в целом, неплохо. Тоже пойдет на Авито. Потому что у мамы кашемируют вещи. Дай боже. Так. Еще какая-то кофта. Не пойму она, спортивная или это... Мне не понятно, так интересно. Блин. Подстава в том, что маман, так же, как и я, любит срезать все шивелдики. Потому что они колются. Ну, вот такую бы спортивную я оставила. Черно-белая. Смотрите, какая она прикольная. Не горошек, а какие черточки, что ли, можно это назвать. В общем, короче, я тоже спрошу. Потому что, если она спортивная, надо оставить. Если не спортивная, то нафига. Так. Снова спортивные штаники. Теперь уже Nike. Черненькие. И они похожи... Да, они, наверное, для тенниса. Потому что тут сзади кармашек. Ну, черненькие можно оставить. Черненькие универсальные. Так. Ну, я же вам говорила, еще одни спортивные штаники. Демекс. Шортики коротенькие. Померяю. По мере. Если на меня налезут, я оставлю себе. Потому что у меня есть не Демекс, а в Декатлоне. Я покупала шорты. Ну, они похожи на эти. Но сверху там еще такие широкие. То есть, эти в облипку, как велосипедки. Вот. А сверху еще, ну, такие двойные типы. У них пояс вместе сшит. А так, внутри велосипедки, а сверху широкие шорты. Они прикольно смотрятся, но они мне велики. И вот эти пойдут на замену, я думаю. Так. Кофточка. Була. Это, кстати, термобелье. Я когда-то отдавала маме, потому что мне было мало. Но сейчас мне точно будет норм. Возьму с собой. Так. Это что? Это леггинсы. Полупрозрачные. Интересно, зачем они. Но они в хорошем, кстати, качестве. А, это, наверное, теплые. Типа термо. Только никакого ни бренда, ничего не написано. Ладно, спрошу, наверняка напомнят. Потому что такие штаники тоже классно. Когда зима. Если вот эти леггинсы с каким-то теплым, типа, начесом, утеплением. Здесь такая ткань. Хрен поймешь. С теплом он или нет. Но, в общем, в любом случае, если под джинсы надевать не капроновые колготки, а вот такое что-то типа термобелья, пусть даже самое тоненькое, будет сильно теплее. Потому что капрон, он, ну, он сам по себе, ну, типа, замерзает. Наверное, так это можно назвать. И он не придает тепла. Вот. То есть, есть ощущение такое. А вот что-то более, чуть-чуть более плотное в нем как раз хорошо. Капроновые колготки, да, в них может ощущаться теплее. Только за счет того, что верхний слой, верхние штаны не соприкасаются напрямую с телом. И получается, ну, наверное, это можно объяснить как что-то типа воздушные подушки, заслонки. Вот. Как в термо... Как в этом, в гидрокостюме. И вот за счет этого держится тепло. Но вообще капроновые колготки не греют. Так. На всякий случай. Ну, я тут прям набралась на спортвещина, нарвалась. Так. О, прикольно. Кстати, смотрите. Терво-белье, в которое встроено, ну, тоненькое, но тем не менее защита. Такие они, штанишки. И это все мы оставляем в Эдзе. Это Декатлон, кстати. Нет, все спортивное надо оставить. Так, спортивные носочки. Дальше. Пушап, колзидония, леггинсы. Коричневые. Но не в жизни это никто не будет носить. Черные еще может быть. Но коричневые вряд ли. Поэтому тоже попробуем продать на Авито. Потому что они в хорошем состоянии. Надо сказать, что когда мы разгребаем с мамой ее гардероб. А это происходит один или два раза в год. Смотря как я успеваю добраться. У нас все вещи уходят по принципу неактуальное и актуальное. Потому что вещей в плохом состоянии у мамы нет. То есть она не хранит. Она либо за ними ухаживает, либо их выкидывает. Когда они там приходят, им пора отправиться на пенсию. Но вещей от этого меньше не становится. Так, едем дальше. Какой-то конверт. Что здесь? Какие документы? Документы мы оставим. Так, едем дальше. О, кстати, вот эта тема. Водолазка. И она... Она сеточка. То есть носить ее как самостоятельную вещь. Вообще, ну как бы сейчас точно не актуально. И не уверена, что когда-нибудь это станет и будет выглядеть невульгарно. Но такие штуки круто надевать под... Например, можно надеть вот эту сетчатую водолазку. Понятно, внутрь белье. А сверху надеть какое-нибудь платье-комбинацию. Тоже сильно открытую. Которую как самостоятельную тоже, например, вам некомфортно носить. Потому что, ну, слишком открыто. Чувствуешь вся голод. Надеваешь под нее вот такую штуку. Все. Все проблемы закончены. Это прям супер вещь. Очень рекомендую всем, у кого таких штук нету. Так. Варежки какие-то уже прям страшные, теплые. Так. О! Тапочки. Когда-то давно я эти тапочки привозила с Эльбруса. Да, это мамины и Сашины тапки. Они из мутона натурального и очень классные. Но они, негодяи, их даже не носили. Вот так вот привози родственникам. Подарки классные, чтобы зимой ступни не мерзли. Ладно. Учтем. Так. Носочки новогодние. Выкидываем. Просто выкидываем. Так. Вместе с этими гладскими перчатками. Еще одна водолазка другого оттенка коричневого цвета. Я не удивлюсь, если у мамы их будет 10 разных оттенков. Так. 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 Какие-то носочки с дырками под пальчики. Я даже не знаю, для чего такие носочки могут пригодиться. В общем, в топку. Хотя, это фила. И фила новая. Блин, продам на авито. Попробую. А что новые? Вдруг кому-то понадобятся такие. Кто-то, может, знает, куда это деть. Так. Дальше. Дальше у нас кофта вот такая. По ощущениям, это шелк. Но, конечно же, нет ни одной этикетки. К сожалению. И проблема этой кофты в чем? У нее клевый цвет и шелк. Но, посмотрите, она с выточками. Она в облипон. И, ну, совсем не актуально. Поэтому... И на авито ее, вряд ли, продаж. Поэтому, ладно, в топку. Опа. Так, Том Тейлор. Куртка. Так, это, наверное, Сашина куртка. Я ее отложу и повешу в шкаф. Наверняка он захочет в ней походить. Так, дальше. Дальше. Еще куртка. О, это точно Сашина куртка. Спортивная. Я помню, даже они спрашивали, какой цвет взять. Этот синенький или зелененький. Если у меня будет... Найду фотку, я вам даже скину. Айспик. Классный бренд. Делает спортивные людские вещи. Ну, в частности, на зелу. Типа, там, на беговых лыжах кататься или что-то. Прям хорошие у них вещички. Так, что здесь? А здесь красота несказанная. Сейчас я вам покажу, но недоделанная. Мама. Смотрите, это бархат. Потрясный, да? Это должно быть, если я правильно помню, платье. Так, надо это аккуратненько распаковать. Платье. Ля-ля. Это платье вот такое. Видно? Офигенский купон у этой ткани. Но почему-то оно короткое. Мама то ли его удлиняла, то ли укорачивала. Я не пойму. Еще надо спросить, что она с ним будет делать. Потому что, если мне не изменяет память, мама шила это платье. Оно у меня шуя. Кстати, не просто шуя. Она когда-то давно работала в Большом театре. И шила вещи для первых артистов Большого театра. Причем она не костюмами занималась, а шила вещи им для повседневной жизни. Потому что костюмы, ну что, ты его сделал, издалека не видно. Поэтому если там где-то какая-то строчка кривая, это не важно. А вот для первых артистов Большого театра вещи шить повседневно, они должны быть безупречны. Так вот, мама занималась как раз вот таким шитьем. Поэтому мама очень круто шьет. Я, к сожалению, не обрелась ей навык. Короче, к этому платью у мамы еще потрясные шелковые перчатки. Или, может быть, атласные. Не суть важно. В общем, смотрите, какая красота. Это что-то. Очень красиво. Прям у меня есть, кстати, мысля. В Испании я очень хочу сходить в оперу. У меня там даже лежит платье и туфли для того, чтобы пойти в эту оперу. Я вот думаю, может быть, мне перчатки еще взять с собой. Надо подумать об этом. Вот. Это еще не все от этого костюма, потому что... Я не буду доставать. Надеюсь, фантазии у вас хватит. Здесь есть Боа. Вот. То есть, это палатья прям в стиле, наверное, 20-х. 20-х или 40-х. Ну, примерно начало 21-го века. Очень красиво. Начало 1920-х. 20-го века, не 21-го. И к нему еще Боа. Да, наверное, это скорее 40-е. Вот. В общем, очень красивый был образ. Поэтому это все нужно припрятать. Вот. И оставить. Так. Пусть сама решает, что с этим делать. Аккуратненько. Так, что у нас здесь? Так, странно, видишь? Портмоне. Новое портмоне. Ну и вообще. Ну и надо кому-то использовать начать. Срочно. Срочно начать использовать. Не знаю, кто ходит с портмоне. Брат мой точно не ходит. Папа нет. И Ник нет. Ну, Саша придется. Потому что портмоне кожаное, классное и нулевое. Ну или, кстати. Кстати, я не подумала. Можно же продать. Надо спросить у мамы. Если Саша с таким не ходит, надо продать. Что это? Торможу. Торможу. Так. Что тут? Кал. Нет. Леггинсы. Еще одни. Но они уже не в очень хорошем состоянии. Поэтому отправятся в муза. Так. Еще одна куртка. Прям вещей. Немереная курта. Мужская куртка. Поэтому не смотрите, как она на мне сидит. Ужасно она на мне сидит. Вот. Мужская куртка. В общем, тоже Саша сто пудов зуб дает. Так. И что вы думали? Еще одна куртка. Еще одна куртка. Так. Так. Еще одна мужская куртка. Причем она длинная. Может, это вообще Илюхина? Классик сити. Классик сити. Не знаю. В общем, да. Тут вещей в одной сумке. Немерено. Так. Что у нас тут еще? Пижамка. Пижамка. Красивая. Тоже шелковая. Посмотрите, как красивый рисунок. Сейчас попробую. Видно? Да. Вот. Немножечко видно. Классная пижамка. Или это вообще платье? Смотрите, какая спина. Может, это платье? Не, наверное, все-таки пижама. Но как-то слишком коротко для платья. Да. Потому что мне оно вот-вот еле-еле закрывает попу. Скорее всего, это пижама. Так. Что тут еще? Так. Так. Платье черное. Это я разобрала. Сейчас выверну его наружу. Или темно-синее, не черное. Но немного неактуальной длины. Сейчас я вам покажу. Так, наверное, так сделаю. Вот так. Короче, не получается влезть в кадр вместе со всем платьем. Короче, оно платье, как сказать, трикотажное. Да. И что хорошо, учитывая, что оно лежит в мешке, на него не сильно налипло. Но оно выше колена, по крайней мере, на мой рост. И тонкое достаточно, поэтому все огрехи фигуры будут видны. Поэтому это платье неизвестного бренда отправится на Авито. Будем надеяться, кому-то оно подойдет. И здесь еще жилетка. Жилетка. Ну, тоже мужская. Нормальная жилетка. Так что эти все вещи сейчас отправятся в шкаф мамин. Спортивные вещи я у нее спрошу. Еще несколько вещей, которые требуют ответа на вопрос. И небольшая стопка у меня осталось вещей, которые для Авито. И чуть-чуть, конечно, осталось на выкид. В общем, расхламление в глобальном плане не получилось. Но хотя бы я пересмотрела, что тут есть. И как-то сейчас это попробую распределить, чтобы оно не лежало в мешке. Так что, поскольку у меня здесь будет большой фронт работы в плане расхламления, я думаю, будет много видео на эту тему. Все, всем пока-пока, хорошего дня. Не могу оставить вас без сладкого. Я тут нашла такое. Короче, я решила, нашла свободный шкаф в коридоре. И решила перевесить из своего шкафа вещи все туда. Потому что когда-то это было сделано в обратную сторону, поскольку нас залили. И там нужно было двигать шкафы. И все, в свободный шкаф ко мне затрумбовали. Собственно, так и в моей комнате образовалась куча немоих вещей. И я нашла склад ужасных мужских ботинок. Первое. Это кроссовки. Кроссовки моего брата. И они, посмотрите, с какими дырами. И уже подстертые вот здесь. И у Льи есть новые кроссовки. Поэтому чинить мы это добро не будем. Они отправятся на мусорку. Есть следующий лот. Вот такие кроссовки, которые уже даже, по-моему, выгорели. В общем, это ужас ужасный. Просто дедов вариант кроссовок. В общем, это тоже отправляется в мусорку. Это, наверное, тоже Илюхина. Потому что длинный ботинок. Да, тоже 46. Есть макасы. Катерпиллер. Какой размер? Размер неизвестен. 43. Тоже какие-то жуткие ботинки. Мне кажется, такой уже никто не носит. Еще один вариант. Мне кажется, это папа. Потому что одно время, лет, не знаю, 10 назад, папа любил такую обувь. Ну, визуализируйте, как они выглядели бы, если бы они не лежали под грудой барахла и не помялись. Но сейчас это тоже, первое, неактуальная обувь такая. Не покупайте такую. Второе, у них отклеились мыски от времени или от носки. Третье, они жутко заляпанные, в общем, в помойку. И еще один момент. Это 43 размера какие-то старые папины ботинки. Я не знаю, что произошло с каблуком. Папа уже лет 10 их не носил, раз они лежат в этой квартире. В общем, жесть. Это тоже отправляется на мусорку. Короче, пока я тут разгребалась, я еще нашла рубашку Карл Лагерфельд. Она белая рубашка. Она тоже в облипку из начала 90-х по стилю. Но она Карл Лагерфельд. И, судя по подмыхам, ее нужно выкидывать. Ее даже не продашь. Потому что подмыха дырява. Я не знаю, как мама это пропустила. И еще нашла классный белый платок. Ну, подо все подойдет. Поэтому белый оставляем. И нашла вот такой тоже платок. Квадратный. Он очень стильный. Из-за того, что у нее такой серый цвет. С каким-то небольшим рисунком. Но у него здесь дыра. Дыра позорищная. И зная, что у мамы есть на замену шарф. Иначе бы этот тут не лежал. Сейчас покажу дыру. Вот. Видимо, ее сожжала какая-то моль. В какой-то момент. Или это зацепка. Скорее всего, это зацепка. В общем, этот, к сожалению, шарф я хотела оставить себе. Но придется его убить. Потому что, ну, не дело. Хотя, вообще, он очень уютный. И стилевый. Вот. Так что, даже покажу, наверное, сколько брахла будет в мусорных пакетах. В общем, вот такая у меня экспресс-уборка-разборка получилась. Пока я просто перекладывала вещи из одного шкафа в другой. Здесь еще, кстати, моя пижама. Старая. И старая простынь. От нее уже нету комплекта под одеяльник и наволочек. Поэтому это тоже в мусорку. И пустая коробка нашлась. Тоже уже драная. Поэтому все отправляется в мусорку. Так что на этом заканчиваю все-таки свой спич. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok